Маленькой Лене нравится аквагрим. Сегодня она выбрала, чтобы на лице нарисовали яркую радугу с цветочками. Мне нравится этот рисунок, потому что я буду яркой, красочной, праздничной. Аквагрим даже сам по себе – настоящая радость для детей. Сюда выстроилась целая очередь. Художница отмечает самые разные пожелания. На лицах детей появляются дельфины, единороги, скорпионы и драконы. Дети, вам интересно? Что вы хотите нарисовать? Видите, как бы интересы у всех разные. Тут и наоборот, вот девочки, подружки, да, они наоборот все хотят одинаковые рисунки нарисовать. Подходи сюда, подходи, подходи, ближе, 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 ближе. Так, а что еще мы должны с вами сделать на празднике? Впервые день соседи отметили во Франции 40 лет назад. Позже он распространился на весь мир. В 2000 году праздник официально получил международный статус. Сегодня его отмечают и в Бурятии. Знание людей, которые живут рядом, помогает жить дружно, выручать в трудной ситуации и избегать неприятностей. Городской праздник собрал больше 300 детей из полсотни ТОСов Улан-Удэ. Активисты территориальных общественных самоуправлений уверены, общая игра лучше всех способна подружить маленьких соседей. Детей разукрашивали, развлекали аниматоры, учили создавать фигуры из воздушных шариков. Эти мероприятия очень хорошо сплачивают детей. Сплачивают не только детей, сплачивают и взрослых, и ТОСы. Это очень такая хорошая работа. Праздник, когда самое время напечь пироги, включить чайник, пригласить соседей, познакомиться. Ну, конечно, главная цель этого праздника – это избавиться, наверное, от какого-то равнодушия, когда мы даже не знаем, кто живет у нас по соседству. В завершение праздника дети сразились в спортивных играх, футбол и волейбол. В августе запланировали провести второй фестиваль ТОСов, но уже для взрослых. Он пройдет в микрорайоне Вакжаново. С одном Ирдынеев, Алексей Ткачев, телекомпания АТВ.